Всем привет, друзья! С вами Автопанжер. И сегодня на моём канале незапланированный обзор. Вообще, вчера у меня должен был выйти обзор на модель Автолегенды Сэр Вайт Ама. А сегодня уже на Тигры. Но... Завер должен на пазик. Но... Я всё-таки перенёс эти видео. И сегодня у нас незапланированный обзор. Почему же этот обзор незапланированный? Так, потому что я даже не хотела покупать модель Зил-130. Особенно вот эту. А от компании... Как вы все знаете, эту компанию я не очень люблю. Автопарк. Самая детская компания, которая производит модели. Итак, зачем же я её купила? Почему я её купила? Во-первых, почему я её купил? Купил я её, потому что она стоила... Давайте... У кого... Кто не смотрел в моей группе ВК, я там писал, сколько она стоит. Угадайте, сколько она стоит. Давайте, я подожду. Итак, эта модель Зил-130 стоит... Внимание! Тоже 130 рублей. 130 рублей это даже не так уж и дорого, я бы сказала, поэтому... Не, ну, в натуре надо брать. Масштаб этой модели 1,52. Чуть поменьше, чем 1,43, но в принципе он даже подходит к ним. Подходит. Масштаб не сильно отличается. Что ж, без лишних слов начинаем обзор. Что же я сделал с этой моделью? Что я собиралась с ней сделать? Так, то, что я её собиралась дорабатывать. Я её уже тут откручивал детали. Откручивал... Я вам потом покажу. То есть, она у меня сейчас без болтиков здесь. поэтому она у меня может вот быть детали. Открутил уже. Давайте посмотрим на то, что спереди. Спереди у нас всё выглядит довольно-таки странно. Если смотреть на её фары, то они почему-то, не знаю, почему они горят. Ну ладно, пусть фары горят, но я их решил всё-таки заменить. Я их просверлю здесь чем-нибудь как-нибудь просверлю и вставлю туда. Скатал я там из жидкого прозрачного клея что-то наподобие пар. Ой, пар. Фар. Пар. Пару фар. Ну вот. У меня получились обычные фары. Я их потом сюда сделаю. Решётка радиатора. Она вот хорошая. Вот. Это единственное, что, ну, может, не единственное, но одно из главных, из ключевых, из главных плюсов этой модели. так бы я не купила эту модель, если бы она не стоила каких-то 130 рублей. 130 рублей это не так уж и много, я бы даже сказала, дёшево для такой модели. Давайте же посмотрим, что у неё на кабине сверху. Сверху, впрочем, ничего необычного. Здесь такие типа имитации, то, что он должен открываться, капот. на самом деле он никак не открывается. Здесь прорисованы детали. Верхний, на крыше. И как же мы посмотрим салон. Из-за того, что я вам сказала уже, то, что я её откручивал, там ей всё. Да, и перед тем, как посмотреть на то, что внутри, хочу, чтобы вы обратили на надпись. Тут как-то камера этого не передаёт. горш строй. Ну, тут вроде бы можно разглядеть, но вот так. Но всё равно камера как-то плохо. Ну, вот, с другой стороны то же самое. И что я заметила на этой модели, так то, что, смотрите, тут тоже что-то белое, какие-то буквы. Здесь тоже просто, когда вот конвейером печатали там, просто тут промазали, и вот, что у них там получилось. Немного как-то промазали, немного не туда, так сказать. И оставили всё как есть. Ну, ладно, это, в принципе, незаметно. Так, что же у нас насчёт того, что внутри вместе с кузовком, с этим вот открепилось. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Какой же у нас, ну, как бы так сказать, салон. Здесь у нас два сидения. и рот. Впрочем, здесь проработки, ну, проработка, в общем, на троечку здесь. Не знаю. на счёт того, что внутри. И как раз можно посмотреть, что у нас тут. Здесь у нас механизм, который с помощью этого может вот запускаться. Я тут немного. Вот. У нас здесь эти самые сиденья. И передние колёса. Кстати, сразу же посмотрим на диски и на сами колёса. Шины, покрышки. Такие вот диски. Диски, я бы даже сказал, нормальные. Я их оставлю. Я ничего с ними, с колёсами, с дисками переделать не буду. Хотя я бы сделал покрышки побольше. Да и диски побольше. Хотя можно, в принципе, так оставить. Так. Давайте эти же. Впрочем, мне нечего про них сказать. Про колёса. Снимаю на телефон видео. Не обращать внимания. Хотя как на это внимание не обращать. То, что камера трясётся, это потому, что я держу свой телефон. И да, помимо этого, этой части можно рассмотреть ещё кое-что. Вот такое стёклышко там было. Такое стекло оно как бы как этой вот кабине. Кабина металлическая. Она прям металл, металл. Вот так вот. И вот так вот здесь берёшь там. сейчас ничего нет. Потому что нужно вставлять вместе с этой вот частью чёрной, которую я вам уже показывал. двери не открываются никак. Здесь у нас нужно так вот снизу что у нас в прошлом ничего необычного у нас там. В общем плюс это кабина сама. Самый огромный плюс этой модели. только единственное что в этой кабине мне не нравится это конечно же фары. Я не знаю. Мне просто как-то не очень нравится то что фары горят. Это выглядит как-то немного странно. Не знаю кому как но мне кажется именно так. Сейчас я вставлю тут конец видео Нет конечно же я пошутил просто телефон упал бывает потому что мне наконец нужно вставить это и давай ты смог Какая вот глупенькая модель такой же и глупенький обзор вот так вот в общем в чем заключается суть так вот в чем же все-таки заключается суть в том что я просто буду дорабатывать эту модель что же я в ней хочу добавить да кстати забыл сказать про заднюю часть но тут в принципе зырить не на что вот что могу отметить это то что открывается вот здесь закрывается так вот что же я тут сделаю бортики которые здесь и не только бортик бортики здесь вот здесь я это покрашу серебряную краску здесь здесь снизу я наверное то что снизу вот это все тоже я покрашу там некоторые детали которые там есть трубы там всякие как я уже говорил заменю фары просверлю и да что насчет зеркал они тоже неправильные модели не знаю наверное что зеркалами я делать ничего не буду так и оставлю скорее всего если будет цвет отличаться вот здесь и там будет краска отличаться серая серебряная то я наверное покрашу еще и сзади вот этот кузовок я его покрашу тоже в такую же краску не знаю тогда будет мне кажется лучше хотя посмотрим как получится что что ж вот такой у нас глупенький обзор сегодня получился ждите новые видео сниму я на эту модель как я ее проапгрейдил покажу сниму видео как я ее все-таки сделал что я там добавил что убрал хотят убирать в принципе нечего может распечатаю тут какие-нибудь номерки и приклею ну что ж давайте заканчивать обзор без лишних слов всем удачи всем пока до новых встреч ждите новые видео